Великого русского поэта Соприкосновение с ними Оставляет ощущение чего-то прекрасного И гармоничного Исследователям неизвестно, занимался любушкой Музыкой, играл ли на каком-либо Инструменте, но можно предположить Что это был человек с музыкальными способностями Который умел свои переживания Идеи и чувства Гениально выражать ритмически Организованными звуками У него было живое и искреннее внимание К музыке, проникновение в ее сущность Он с необычайной Впечатлительностью откликался на все новое И прогрессивное в искусстве В 1828 году Александр Сергеевич Кушкин Написал стихотворение «Тва города» Оно является стихотворным переводом Одноименной шотландской народной песни Несмотря на то, что он является приложением Иностранной баллады, это произведение Напитое русским духом и имеет глубокий смысл Алексей Верстовский был Ровесником и другом Кушкина Он писал романсы и контакты на стихотворение Своего друга В русской вокальной лирике Верстовский создал новый жанр Балладу Алексей Верстовский На стихе Александра Кушкина «Два города» Исполняет Илья Гордиков Зарайка Субтитры подогнал «Симон» 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 И улыбалась его, тихие слезы ее, тихие слезы ее. Осенью 1824 года Пушкину 25 лет. В его жизни происходят драматичные перемены. Он отстремлен в государственные службы и отправлен в Сырку. Правда, не в Сибирь, а в одно из собственных родовых имений. Там он и завершает поэму цыгана. Стихотворение «Птичка Божия» является неотъемлемой частью поэмы «Цыганы». Строчки о маленькой птичке представляют собой своеобразное лирическое отступление, с помощью которого автор описывает образ жизни кочевого народа. Сравнивая цыган с вольной птичкой, автор старался показать их образ жизни. Свободное и легкомысленное существование без труда и заботы. Николай Титов имеет право на лестное прозвище «Дедушка русского романса». Именно его романсы впервые получили широкое распространение, стали популярны, отчасти отвечая назревшим эстетически-музыкальным потребностям русского общества, отчасти же и способствуя их пробуждению. Всего в мире Титова принадлежит свыше 60 романцев на русские тексты, в том числе и стихи Пушкина. «Птичка» на музыку Николая Титова исполняет Денис Ярыш. «Птичка» на музыку Николая Титова «Птичка» на музыку Николая Титова «Птичка» на музыку Николая Титова ПЕСНЯ Там же, в родовом имении Михайловское, Пушкин грустит. Резкая смена окружения с яркого солнечного юга, где Пушкина окружали живописные горные пейзажи, море и праздничная атмосфера в кругу друзей, на далекое поселение в зимнюю пору, навеяло гнетущее состояние на поэта, которому и без того было тоскливо. Арина Родионовна фактически разделила ссылку Пушкина в Михайловску. В ту пору он особенно сблизился с няней, слушал ее сказки, записывал с ее слов народные песни. «Подруга дней моих суровых, колубка дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых давно, давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы горюешь, будто на часах, и медлят поминут на спицах в твоих намоченных руках. Глядишь, забытые вороты, на черный отдаленный путь, тоска, предчувствия, заботы, тесняк твою сейчас на грудь. «Зимний вечер» на музыку Михаила Яковлева Исполняет Алина Горбунова, Сараялин, Максим Кирюшко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Звучит песня Звучит песня Звучит песня Всего по произведениям Пушкина создано более 20 опер и более 10 балетов. Из них 6 на сказочный сюжет. Сказки Пушкина не похожи одна на другую, и этим они уникальны. Сейчас давайте вспомним всем нам известные сказки Пушкина. Мы будем давать маленькие подсказки, а вы отгадывайте, какую сказку мы имеем в виду. Что ж, первая подсказка. Из волн морских показалась она, золотом ярким блестит чешуя. В сказке она творит чудеса, за спасение благодаря. Правильно, золотая рыбка. А как сказка называется? Правильно, сказка о рыбаке и рыбке. На этот сюжет в 1867 году Людвигом Минкусом написан балет «Золотая рыбка». Следующая сказка. Живет он в поповом доме, спит себе на соломе. Ест до четверых, работает за семи рыб. Как зовут персонажа, кто вспомнит? Громче говорите. Балда. Балда, правильно. А как сказка называется, вспомните? Сказка о рыбаке и рыбке. Правильно. Сюжет сказки о рыбаке и работнике его балде взял для своего дебютного балета композитор Михаил Чулаки. Музыка этого балета является комедийно-гротескной и близкой по интонациям русскому жуточному песенному фольклору. В основе балета традиционный русский танец. Следующая подсказка. И сияет, и блестит. Никому оно не стих, а любому правду скажет. Все, как есть, ему покажет. Зеркальце. Правильно. Зеркальце. А из какой сказки это зеркальце? Сказка о мертвых царевне и семи богатырях. Правильно. Хотелось бы, чтобы как-то поактивнее все-таки участвовали. Пока что два человека только. Но ответ в любом случае верный. Александр Лядов в 1949 году написал балет на сюжет сказки о мертвой царевне и семи богатырях. Следующая сказка Кушкина, по которой написана знаменитая опера, начинается так. У лукоморья туб зеленый, затаят сайт на дубе дом. И днем, и ночью кот ученый все ходит в поцепи кругом. Идет направо, песнь заводит. Налево, сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит. Русалка на ветвях сидит. Кто узнал? Руслан и Людмила. Правильно, Руслан и Людмила. Вот еще один человек. Так, может и композитора знаете оперы? Семь. Глинка. Глинка, правильно. Оперу Руслана и Людмила Глинка начал через шесть месяцев после смерти Александра Сергеевича. Он сумел сохранить в опере главное. Дух ленужеской поэмы Кушкина. Музыка искрится радостью, весельем. Глинка создал замечательную и очень пушкинскую атмосферу. В ней и величавость древнего мифа, и сказочная фантастика, и мир реальных человеческих отношений. Руслана и Людмила это опера-сказка, но сказка русская. Он с высокой спицы стал стеречь его границы. Чуть опасность где видна. Верный сторож, как сосна. Шевельнется, стрепенется. К той сторонке обернется. И кричит. Кирик-ку-ку! Царство лежа на боку! Золотой петушок. Правильно. А сказка как называется, может быть, знаете? Вот правильный ответ был. Сказка о золотом петушке. Все довольно просто. Николай Андреевич Киримский-Корсик написал оперу «Золотой петушок». В 1908 году. А позже на музыку оперы написал балет «Золотой петушок». Значительное место занимают в опере симфонические эпизоды. Сон до дона, сказочные шествия и другие. По богатству и разнообразию оркестровых красок «Золотой петушок» – одна из блестящих портитур римского Корсакова. Для следующей подсказки мы устроим небольшой интерактив, и нам нужна ваша помощь. Нам нужны конкретно три девушки, которые готовы поучаствовать. Вы хотите, не стесняйтесь, будет интересно и не сложно. Я думаю, Оля хочет поидеть, Лейла Мамедова, и кто-нибудь, может, сам сопочник присоединиться к третьим? Я хочу. Я тоже хочу. Нет, так не пойдет. Давайте девушку. Ну ладно, Света, пора. Твой звездный час. Сейчас я вам раздам текст. Вставайте к роялю, чтобы все вас видели. Чуть-чуть поближе к центру можете что-то пойти. Вы будете с девушками пока это с третьим летать. У нас будут три девицы. Возможно, это тоже более точно все идет. Будешь первой девицей, второй девицей, третьей девицей. Я буду считать за ведущего. Посмотрите текст. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Первая девица. Ничего страшного. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Кабы я была царица. Говорит одна девица. То на весь крещенный мир приготовила б я пир. Кабы я была царица. Говорит ее сестрица. Три девицы под окном. Кабы я была царица. Третья молвила сестрица. Я для батюшки царя родила золотых веря. Только вымолвить успела. Дверь тихонько заскрипела. И в светлицу входит царь. Стороны только суда. Во все время разговора он стоял позадь забора. Речь последней по всему полюбилась ему. Здравствуй, красная девица. Говорит он. Будь царица. И роди богатыря мне к исходу сентября. Вы ж, голубушки, сестрицы, выбирайтесь из светлицы. Поезжайте вслед за мной, вслед за мной и за сестрой. Будь одна из вас ткачиха, а другая повариха. Все не вышел царь отец. Все пустились по дворец. Теперь давайте вспомним название сказки. Сказка о царе Салтане. Верно? Сказка о царе Салтане датирована Кушкиным 29 августа 1831 года. Почти через 70 лет, в 1900 году, Николай Андреевич Римский-Корсаков написал оперу «Сказка о царе Салтане». Спектакль стилизован в духе народно-театральных представлений, узорчатого орнамента. Театрально-живописная природа сочинения сказывается также в значительной роли изобразительных, блестящие, инструментованные симфонические контракты, каждому из которых предпослан программный поэтический эпиграф из сказки. По богатству и разнообразию оркестровых красок сказка о царе Салтане, как и золотой петушок, одна из самых блестящих партитур римского Корсакова. Из оперы «Сказка о царе Салтане» прозвучит ария «Царевна лебедь» в исполнении Елены Страмилы и Максима Клюшко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 При жизни Пушкина, к сожалению, Михаил Клинка почти не писал музыки на его тексты. Но есть одна удивительная история, но есть одна удивительная история, в которой сплелись судьбы трёх гений. Прекрасная история романса «Не бой, красавица, при мне». В этой истории приняли участие все трое. И Пушкин, и Кривоедов, и Глинка. Они встречались в салоне Олениных, одном из самых знаменитых литературных салонов. И как-то раз, и как раз, и как раз грибоедов сыграл грузинскую народную мелодию, и как раз грибоедов сыграл грузинскую народную мелодию, которую слышал в теклисе. Песня всем понравилась. Юбная Анна Оленина напевала мелодию, а Глинка сочинил законченную портепиатную пьесу, добавив на первую прозрачный аккомпанемент. Слушатели, однако, заметили, что в музыке не хватает слов. Тогда Пушкин сочинил стихи в ритм грузинской песнике. Это тот нечастный случай, когда стихи писались под готовую мелодию. Александр Сергеевич как бы обращается к Олениной. «Не бой, красавица!» Изначально была волшебница. «При мне ты песен, Грузия, печальный». Стихи и были написаны, посвящены Анне Алексеевне, которую, к слову, Пушкин был влюблен. У Глинки же сложился романс на свежеописанные слова. Выдающийся пианист Генрих Нейгаус сказал, «С самой содерженной музыкой к стихам Пушкина я считаю романсы Глинки. Музыка здесь является как бы скромной подругой. Она ничего не навязывает, ни во что не вмешивается. Достоинство и обаяние. И все это достигается изумительной верностью передачи интонационного начала пушкинского стиха». Пушкин. На музыку Михаила Глинки. «Не бой, красавица, при мне» в исполнении Виктора Гостева и Алены Титовой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ «Не бой, красавица, при мне» АПЛОДИСМЕНТЫ 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 «ПЕРУ» Великого поэта принадлежит множество стихотворений, посвященных женщинам, в которых он был влюблен. Известна дата создания произведения «Я вас любил». Но до сих пор не прекращаются споры и литература ведом о том, кому оно было посвящено. Существуют две основные версии. По одной это была польская княжна Каролина Савальская. Вторая версия называют графинью Анну Олигину. К обеим женщинам Пушкин испытывал очень сильное влечение, но ни та, ни другая не ответили на его ухаживание. В 1829 году поэт делает предложение своей будущей жене Наталье Гончаровой. В результате появляется стих, посвященный прошлому увлечению. В произведении «Я вас любил» одно из сильнейших русской любовной велики. Его главное достоинство — жадное изложение с невероятно богатым смысловым содержанием. Александр Алябьев на стихи Александра Пушкина «Я вас любил» исполняет Тимон Блохов и Алёна Титонов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Александр Сергеевич Пушкин в своем творчестве отводил главное место любви. Это чувство для него раскрывало только хорошие стороны в людях. К любимым женщинам он всегда относился с сильным кребетом и уважением. Так и в стихотворении «Ночь» он выразил всю глубину души. Антон Рубинштейн, исполнитель и композитор, оставил около 170 романсов и песен. Среди них есть и романсы на стихи Пушкина. «Мой голос для тебя и ласковый, и нежный». Эти стихи Александра Пушкина были положены композиторам на свою раннюю фортепианную пьесу «Романс». Антон Рубинштейн на стихи Александра Пушкина «Ночь». Исполняют Анна Плотникова и Максим Филюшко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тревожит позднее волчание ночи с правой, Найдут звезды огни восковые тумы, Тревожит позднее волчание ночи с правой. Тревожит позднее волчание ночи с правой, Тревожит позднее волчание ночи с правой, Тревожит позднее волчание ночи с правой, Тревожит позднее волчание ночи с правой! И руки слышу я, И звуки слышу я, Слышу я. Мой друг, мой нежный друг, Мой друг, мой друг. Мой друг, мой нежный друг, Мой друг, мой нежный друг, Мой друг, мой друг, мой друг, мой друг. 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 Мой друг. Мой друг, мой друг. привлекали и продолжают привлекать композиторов. У композиторов XIX века подходили эстафету современные авторы Прокофьев, Шостакович, Сверидов и многие другие. Они создали замечательные образцы камерной вокальной лирики. Мой Пушкин, преклоняюсь пред тобой Перед твоим талантом безупречно К тебе была ее нежной, неземной Любовью безграничной, бесконечной Наше музыкальное подношение Александру Сергеевичу окончено До свидания, до новых встреч Концерт подготовлен силами преподавателей И студентов музыкального педагогического колледжа номер один Имени Максима Горького, ведущий Андрей Сидоров Михаил Парок, технический директор Артем Гульмарков